ну что ж всем добрый день это отус онлайн-образование добрый день тем кто в чате тем кто слушает меня не в чате сперва проверяем хорошо ли меня видно и слышно и если вдруг видно или слышно плохо то напишите пожалуйста об этом в чате ну а я пока двинусь вперед сегодня у нас будет открытый урок из курса нагрузочное тестирование я преподаю на этом курсе несколько различных уроков кроме меня там преподают еще другие учителя сам я сейчас помимо преподавания в отусе работаю в компании micro focus и преподаю еще в нескольких местах вот а кроме того консультирую в телеграм-канале qalot где множество различных специалистов помогают молодым и опытным нагрузочным инженером справиться с различными проблемами а также делимся опытом соответственно я занимаюсь нагрузочным тестированием уже восемь лет и дошел до значительной должности был начальником отдела нтф банки но сейчас перешел в компанию разработчик инструментов нагрузочного тестирования периодически участвую в каких-нибудь конференциях недавно на гейсен баги выступил ну и мне очень нравится заниматься преподаванием делиться своим опытом есть что рассказать мне приятно помогать кому-то узнавать что-то новое поэтому я также занимаюсь преподаванием в отусе и мне очень нравится это делать потому что в отусе здорово собственно расскажу о том что мы сегодня будем проходить на вебинаре мы познакомимся этот процесс идет сейчас я чуть-чуть расскажу о том что такое отус чтобы вы поняли стоит ли вам туда идти учиться на мой взгляд стоит если вы хотите узнать то что мы рассказываем на курсах соответственно дальше собственно будет тема самого сегодняшнего вебинара я расскажу о разнице между реальными виртуальными пользователями о том как рассчитывать сценарий ну а после этого расскажу немножко о нашем курсе то есть о команде которая там преподает о том про что мы рассказываем на нашем курсе нагрузочного тестирования немного карьерной информации ну и собственно будет приятно получить в итоге обратную связь соответственно в нашем вебинаре пишите вопросы в чат я их получаю с некоторой задержкой по моему но но я их получаю и я постараюсь на все ответить если вдруг не надо не отвечу на что-то в процессе вебинара то отвечу в конце ну собственно здесь все вот итак про отус собственно миссия проекта это задумывался как компания которая позволяет обучаться у опытных специалистов высокого уровня в разных областях айти и соответственно каждого из преподавателей еще отдельно обучают а как лучше преподавать ну чтобы не совершать какие-то простые ошибки здравствуйте хорошо соответственно мы стараемся делать так чтобы наши студенты учились не только теории но и практике поэтому на наших занятиях на большинстве наших занятий там где можно мы навтыкали практические части это значит что частенько вы выполняете какие-то задачи прямо на уроке они только все в домашке делаете хотя конечно домашние задания тоже есть чтобы можно было и самостоятельно тоже попрактиковаться когда учителя рядышком нет вот но если вдруг что-то не получится то связь с учителем все равно есть и можно уточнять у него те моменты которые у вас не получили самостоятельно соответственно отуса есть образовательная лицензия и поэтому курсы являются программой повышения квалификации профессиональной подготовки а программа курс фотосов фотоса разрабатывается на основе того что требуется на данный момент на кадровом рынке в топовых компаниях вот если учится о боже мой 16 тысяч студентов вот почти полтысячи преподавателей работает вот сработает пять лет ну и собственно получает большие успехи и я общался периодически со студентами которые у нас отучились им нравится ну я могу сказать что мне нравится преподавать вот оси потому что все удобно делается но я вижу что я студенток забота тоже есть так что здесь правда классно итак переходим к нашей теме расчет сценария нагрузочного тестирования я начну вот с чего почему я вообще решил об этом рассказывать потому что я не первый раз рассказываю студентам о том как это делать и я столкнулся с тем что многие темы даются кому-то легче кому-то сложнее но вот эта вот тема она очень часто вызывает у студентов сложности и поэтому я решил посвятить урок именно этой теме целиком она не то чтобы очень сложная там довольно простые вычисления требуется в процессе но она она такая что студентам сложно это воспринять вот потому что вычисления это такие вещи которые сложно представить в голове вот когда мы говорим подаем нагрузку нагружаем сайт что-то там прилетают запросы это это можно представить а когда мы описываем вычисления что с чем сложить что чего отнять это представить в голове бывает сложно потому что цифры вообще сложно представлять они очень абстрактные и поэтому я вот это вот информация о том как рассчитывать сценарий тестирования на этом уроке пытаюсь дать на примерах которые легко именно в голове представить я надеюсь что это поможет в итоге понять как правильно вычисления делать соответственно что вы сможете после занятия вы сможете я надеюсь рассчитывать параметры вот этих самых сценариев нагрузочного тестирования но с одной поймете что это такое если вдруг еще не понимаете вот вы узнаете в чем разница между реальными и виртуальными пользователями это такая проблема новичка когда человек приходит нагрузочное тестирование он зачастую думает что это наверное одно и то же вот ну и соответственно в итоге вы будете понимать как подать не просто какую-то нагрузку а как подать именно ту нагрузку которая вам нужна например такую же как на проде подать на ваш тестовый стенд или больше или меньше в общем то что требуется именно вам итак начнем с первой темы чем реальные пользователи отличаются от виртуальных и наоборот чем виртуальные отличаются от реальных сперва скажу виртуальные пользователи это собственно вот эти вот сущности которые выполняют операции в наших инструментах нагрузочного тестирования то есть один виртуальный пользователь в большинстве случаев может за раз выполнять только одну операцию когда закончил эту операцию может приступать к следующей или делать что-нибудь еще там подождать немножко если это требуется но если вам нужно выполнять две операции одновременно то вы берете двух виртуальных пользователей обычно так ну здесь у меня есть сприншоты из популярных инструментов нагрузочного тестирования ладранер и джейметр соответственно это были виртуальные пользователи а что такое реальные и почему они не равняются друг другу ну возьмем сайт какого-нибудь банка просто банк соответственно у него есть очень очень много разных пользователей и мы возьмем сейчас для понимания ситуации трех из них мария артем и варлам вот эти вот три пользователя что-то делают на сайте банка сперва мария она зашла на лендинг то есть на корневую страницу сайта почитала информацию об этом банке потратила на это пять минут после этого она перешла по ссылочке sign up зарегистрировалась и где-то минуту она заполняла форму кто она откуда там номер паспорта может еще какие-то данные после этого она перешла по ссылочке sign in и вошла в систему дальше три минуты она рассматривала личный кабинет этого банка и раздумывала о том как же здесь все здорово и удобно сделано и как там все красиво ну а после этого она перешла по ссылочке трансфер и перевела деньги и для перевода денег конечно же нужно заполнить реквизиты номер счета сумму и прочее она потратила на это одну минуту этот кейс закончен переходим к следующему пользователю Артем он вошел в систему sign in ссылочка и пять минут он занимался тем что ругал дизайн сайта потому что там все сделано некрасиво не удобно не так как ему нравится вкусы у всех разные после этого он перешел по ссылочке трансфер это он перевел деньги своему другу и дальше четыре минуты он объяснял всем вокруг почему он молодец и хороший человек и так далее ну а после этого он нажал на ссылочку logout это выход из системы и еще минуту он ругал дизайн сайта потому что ему там все еще не понравилось с ним покончим следующий пользователь varlam сперва он вошел в систему sign in и он вообще об этом не думал потому что это делается просто а вот он наверное делает это не в первый раз соответственно после этого он перешел по ссылочке exchange и обменял валюту в процессе он семь минут думал а стоит ли это делать но в конце концов решился после этого он перешел на ссылочку баланс проверил баланс своего счета посмотрел на него расстроился две минуты он плакал о том что случилось с его деньгами но после этого он перешел по ссылочке трансфер увидел что он получил перевод от друга и целую минуту он радовался настроение улучшилось соответственно что можно о них сказать каждый из них провел на сайте по 10 минут но что важно большую часть времени из этих 10 минут они нагрузку на сайт не создавали на сайте они сидели но они не отправляли никаких запросов то есть как бы каждый из них отправил по несколько запросов но между этими отправленными запросами они просто сидели и смотрели на сайт и соответственно серверу было совершенно все равно есть они или нету потому что они не выполняли никаких действий соответственно что они все вместе сделали они выполнили 11 операций какие-то операции выполнены были только один раз например сайна по регистрации ее делала только Мария а вот сайнын вход в систему делали все трое ну в общем в итоге они выполнили суммарно 11 операций но это только три пользователя из всех которые есть в этой системе соответственно так как серверу не важно сколько времени мы просто сидим на сайте а важно сколько только как бы только время когда мы отправляем какие-то запросы потому что только их нужно обрабатывать просто сидим на сайте серверу делать ничего не нужно вот соответственно все запросы от вот этих трех разных пользователей может выполнить один виртуальный пользователь потому что за 10 минут отправить 11 запросов можно очень легко на самом деле их можно отправить в некоторых ситуациях и за 10 секунд вот и поэтому нагрузку от всех этих трех человек может создать один виртуальный пользователь поэтому собственно реальный пользователь не равен виртуальному пользователю в большинстве случаев виртуальных пользователей нам требуется намного меньше чем реальных Потому что в тестах нам не нужно моделировать вот эти вот пятиминутные ожидания, пока пользователь о чем-то думает. Соответственно, у банка, кроме этих трех пользователей, есть еще целая куча других пользователей. И, конечно, все они тоже выполняют какие-то операции. И если мы посмотрим на все эти операции вместе, то в моем примере их получилось 18,5 тысяч. Ну вот столько операций за 10 минут, обратите внимание, столько операций, конечно, одним виртуальным пользователем выполнить не получится. Потребуется больше одного пользователя виртуального. Но сколько? Вот это мы сегодня и будем учиться считать. Во-первых, это, а во-вторых, то, как часто они должны работать, то есть что-нибудь делать. Соответственно, сперва нужно понять, как именно мы моделируем нагрузку. Ну что ж, соответственно, первое, что нужно понять, ссылочки открываются быстро, но они открываются за разное время. Даже одна и та же ссылочка может открыться быстро, а может медленно, в зависимости от того, есть ли какие-то другие задачи у сервера в этот момент, все ли хорошо с сетью и много чего другого. Соответственно, нам нужно выполнить вот конкретно эту операцию, вход в систему, 3600 раз за 10 минут. Это получается 6 раз в секунду. Соответственно, вот я здесь нарисовал график. Например, за 10 секунд, возьмем маленький кусочек времени для понимания, 10 секунд, сколько операций пользователь успеет выполнить. Так как операции выполняются, одна и та же операция может выполняться за различающееся время, то вот здесь вот видно, что пользователь сделал 7 операций, потому что часть из них выполнялась долго, тут целых 3 секунды почти, а часть выполнялась довольно быстро, меньше 1 секунды. Но какой-нибудь другой пользователь, у которого операции выполнялись всегда долго, за то же самое время успел выполнить только 4 операции. А какой-нибудь другой пользователь мог выполнить даже 15 операций, потому что ему повезло, и все его операции отрабатывали всегда быстро. Может быть, потому что у него быстрее работает интернет, а может, потому что он выполнял вход в систему для пользователя, у которого, например, нет никакой истории, нет никаких данных, которые нужно подгрузить и отобразить предыдущих операций, например. Соответственно, нам-то в нашем тесте нужно все равно понимать, сколько операций каждый пользователь выполнит за определенный отрезок времени, потому что именно это позволит нам понять, а сколько нам таких пользователей требуется. Если мы просто будем этих пользователей запускать, то мы не знаем, сколько операций они настреляют в итоге, потому что мы не знаем, сколько операций выполнит каждый из них. Ну что ж, чтобы контролировать, сколько операций за промежуток времени выполнит один пользователь, и мы берем и вставляем ему в работу такие паузы. В лодранере это называется pacing, в гиметрии для этого используются инструменты, которые называются timer. Но суть в том, что мы смотрим, операция выполняется 3 секунды, может быть, чуть меньше. Ну что ж, отлично. Вот мы выделим на операцию ровно 3 секунды. И если операция выполнялась 3 секунды, пускай столько, она и работает. А если операция выполнялась меньше, ну, например, 1 секунду, то после того, как она выполнится, еще 2 секунды пользователь не будет делать ничего. Он будет просто отдыхать. И да, конечно, мы тратим его ресурсы зря, но зато в итоге мы получаем прогнозируемую скорость его работы, прогнозируемое количество операций с этого пользователя. Вот первый пользователь выполнил у нас 4 операции. Соответственно, второй, у него все работало быстрее, но он тоже выполнил ровно 4 операции. А вот что произойдет, если какая-то операция в связи с, может быть, какими-то сложностями будет выполняться слишком долго, дольше выделенных 3 секунд? Ну что ж, как только она закончится, пользователи сразу приступят к следующей операции. И да, конечно, в этом случае мы не знаем, сколько операций он успеет настрелять за наш промежуток времени. Вот 12 секунд я тут рассматриваю. Но это ситуация исключения. И, конечно же, чтобы таких исключений было поменьше, мы стараемся выделять время на каждую операцию с запасом. Так что операция точно уложилась в этот наш промежуток. То есть если мы видим, что операции часто выполняются дольше, чем 3 секунды, хорошо, мы будем выделять на операции по 5 секунд или, может быть, по 10. Пользователи будут работать ленивее. Но зато мы будем точнее прогнозировать, сколько операций пользователи настреляют. Хорошо. Соответственно, для подачи нагрузки, я имею в виду подачи не какой-то нагрузки, а именно той, которую мы хотим подать, например, 18,5 тысяч операций в 10 минут или в час, смотря какой у нас профиль, нам нужно знать следующие вещи. Во-первых, количество виртуальных пользователей, которые будут работать. И, во-вторых, вот этот шаг нагрузки. То есть как часто эти пользователи будут что-либо делать. Соответственно, для лоадраннера вот эта вот частота их работы регулируется при помощи пейсинга. То есть времени, выделяемого на каждую операцию. Для G-метра есть много разных вариантов, но если рассматривать стандартный вариант, который у него есть из коробки, то это в таймере регулируется такая величина, как TPM, Transaction Per Minute, то есть количество операций в минуту. По сути, это то же самое, что и пейсинг, просто описывается чуть-чуть по-другому. Но суть в том же самом. Ну что ж, приступаем к самой противной части урока. Мы будем это дело рассчитывать. Итак, мы знаем, что количество операций в секунду равняется количеству виртуальных пользователей, разделенному на пейсинг, то есть на время, выделенное на операцию. Но у нас в профилях, обычно в профилях нагрузочного тестирования, операции не в секунду, а операции в час. По крайней мере, я гораздо чаще сталкиваюсь с таким, с такой величиной, и поэтому буду сегодня рассказывать именно про этот вариант. Он просто чуть-чуть посложнее, и лучше мы сделаем более сложные расчеты. Соответственно, количество операций в час отличается от количества операций в секунду тем, что, собственно, таких операций получится больше на 3600, потому что в одном часу у нас 3600 секунд. Соответственно, нам подойдут любые значения для виртуальных пользователей, и для пейсинга, которые в итоге дадут нам подходящий рейд, то есть подходящую скорость работы наших пользователей и подходящее количество операций в секунду или в час. Мы можем взять больше пользователей, которые работают лениво, или меньше пользователей, которые работают быстро. Но тут есть пара нюансов. Соответственно, во-первых, если мы сделаем слишком много пользователей, мы можем столкнуться с такими проблемами, что каждый виртуальный пользователь – это ресурсы нашего генератора нагрузки, то есть компьютера, с которого мы подаем нагрузку, а это значит, что лучше бы этих пользователей сделать поменьше. Кроме того, в некоторых инструментах наклиничного тестирования, например, LoadRunner, эти самые виртуальные пользователи еще и платные, причем цена их приличная, поэтому это тоже аргумент, чтобы сделать количество виртуальных пользователей поменьше. Ну а, соответственно, пейсинг, как мы уже знаем, должен быть больше, чем время выполнения операции, чтобы операция в пейсинг укладывалась и, может быть, даже оставалось немножко времени на пасы. Итак, для начала мы возьмем простой пример. У нас есть вот такой вот тест, как здесь на графике. Соответственно, нужно выйти на какую-то нагрузку и дальше подавать ее. Ну, например, мы хотим на нашем тестовом стенде воспроизвести ту же самую нагрузку, которая приходит у нас на продуктивный стенд. Соответственно, нужно выполнять 100 операций в час. И операция выполняется примерно за 30 секунд. Соответственно, я здесь делаю пример, так как с секундами и с операциями в голове это представлять сложно, как я рассказывал вам раньше, в самом начале урока, я попробую привести пример, который легче представить. Мы собираемся переезжать. И, соответственно, операции, которые нужно выполнить, это перенос коробок. Коробки представить просто. Соответственно, у нас есть дом, в котором сложены все эти коробки. Коробки для простоты у нас будут абсолютно одинаковые. Перед домом у нас припарковался грузовичок. И нужно перетащить 100 коробок за час. Ну, потому что ровно столько грузовик будет стоять перед нашим домом. Соответственно, нести коробку от дома до грузовика примерно 60 секунд. Соответственно, мы считаем… А, да, продон, не уточнил такую вещь. Если мы знаем, что коробку… Вообще-то мы проверили, что коробку нести 30 секунд. Но мы же не знаем, со временем наши грузчики могут устать и начать ходить помедленнее. То же самое бывает и в тестировании систем. Когда мы увеличиваем нагрузку на систему, операция начинает выполняться помедленнее. Соответственно, время нужно брать с небольшим запасом. Вот и здесь то же самое. Мы рассчитываем, что грузчики, когда устанут, будут работать помедленнее. И поэтому мы будем выделять им не 30 секунд, а побольше. Насколько больше? Ну, мы же не знаем, насколько сильно они устанут. Поэтому сделаем в два раза больше. Соответственно, мы выделим 60 секунд на каждую операцию. Итак, для начала мы считаем, сколько коробок за час может перенести один грузчик. То есть это аналог того, сколько операций за час может выполнить один виртуальный пользователь. Как мы это считаем? Ну, тут все просто. В часы у нас 3600 секунд. На выполнение одной операции или перенос одной коробки у нас тратится 60 секунд. Это вот то самое время с запасом. И когда мы 3600 делим на 60, мы получаем ту же цифру 60. Это значит, что один грузчик за час может перетащить 60 коробок. И мы так делаем, что он, в принципе, может перетащить меньше, но больше таскать мы ему не дадим. Потому что у него будет вот этот самый пейсинг. Время на перетаскивание коробки. Соответственно, что дальше? Дальше мы считаем, а сколько таких грузчиков нам понадобится. И, конечно, мы хотим, чтобы грузчиков было поменьше, чтобы не переплачивать. Соответственно, мы уже знаем, что один грузчик за час может перетаскать не более 60 коробок из предыдущего слайда. Значит, как нам узнать, сколько грузчиков нужно? Всего коробок 100. Один может перетащить 60 коробок. Ну, тут как бы сходу ясно, что нам нужен один грузчик и еще немножко. Если поделить 100 на 60, мы получаем 1,6 грузчика. Ну, понятно, что у нас не может быть полтора землекопа. Мы же не можем нанять полгрузчика. Поэтому округляем до ближайшего целого числа. Мы наймем двух грузчиков. Логично. Соответственно, и для нашего теста мы должны будем использовать двух виртуальных пользователей. Потому что половина виртуального пользователя, как и половина грузчика, не бывает. Двигаемся вперед. Теперь мы хотим узнать, сколько коробок придется на каждого грузчика. Дело в том, что нам будет удобнее, если наши грузчики будут таскать одинаковое количество коробок, чтобы усилия между ними равномерно распределялись. То же самое и с виртуальными пользователями. Мы сделаем так, чтобы они работали одинаково. Раз уж мы взяли двоих, значит, работу поделим между ними двоими поровну. Соответственно, у нас имеется 100 коробок, у нас имеется 2 грузчика или 2 виртуальных пользователя. Но тут все просто. Мы 100 делим на двоих и получается по 50 коробок на каждого. Ну или по 50 операций на каждого в час. Двигаемся дальше. Соответственно. И осталось посчитать последнее в этом простом примере. Мы хотим узнать, а сколько времени нам нужно выделить на каждую операцию. Грузчикам это, может, не очень интересно. Ну, может, мы стоим там с таймером и засекаем, правильно ли они бегают. Но если мы работаем с инструментами нагрузочного тестирования, то тут это становится уже очень важным, потому что грузчики сами соображают, а вот виртуальные пользователи сами не соображают. Приходится им ввести настроечки, как часто они должны выполнять операции. Соответственно, для инструмента LoadRunner мы считаем, сколько времени мы выделим на каждую операцию. Соответственно, здесь просто. То есть у нас в часу 3600 секунд, и мы знаем, что каждый виртуальный пользователь должен будет перетащить по 50, выполнить по 50 операций, ручки по 50 коробок перетащить. Мы берем и 3600 делим на 50, и получается 72 секунды мы можем выделить на перетаскивание каждой коробки. Если помните, грузчики-то у нас, конечно, их перетаскивают быстрее. Вот, значит, они будут сколько-то секунд тащить эту коробку или там выполнять операцию, а оставшиеся от 72 секунд время они будут просто отдыхать. Это нам нужно, напомню, чтобы мы могли гарантировать, что за час они вместе перетащат ровно 100 коробок. Не больше и не меньше. Соответственно, что касается G-метра, здесь чуть-чуть по-другому считается. Там мы должны указать, сколько операций в минуту нужно выполнять. Не говорим, сколько времени на каждую операцию выделить, а говорим, сколько операций в минуту каждый пользователь выполняет. Ну что ж, отлично. Мы знаем, что в часу за час нужно каждому пользователю перетащить 50 коробок. Мы знаем, что в часу у нас 60 минут. Ну, делим одно на другое, и мы получаем цифру 0,833333 коробки в минуту нужно перетащить. Ну, хорошо. Вот, собственно, прямо вот такую дробь и нужно будет ввести в настройки таймера G-метра. Прекрасно. Соответственно, выводы. Нам нужно два виртуальных пользователя или два грузчика. На перетаскивание каждой коробки или на выполнение каждой операции мы выделим по 72 секунды. Это называется pacing в инструменте Load Runner. Если у нас G-метр, значит, мы скажем G-метру, что за минуту каждый виртуальный пользователь должен выполнять 0,8333 операции за минуту. Хорошо. Это был простой тест, и с ним расчеты довольно простые. Но гораздо чаще мы в нагрузке сталкиваемся с другой ситуацией. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда мы уже знаем, что система справляется с какой-то нагрузкой. Например, мы видим, что на Prode система справляется с своей продуктивной нагрузкой. Здесь все хорошо. Но мы хотим, скажем, привлечь новых пользователей. И мы не хотим, чтобы когда нагрузка на нашу систему увеличится, чтобы сайт упал или начал тормозить, или что-нибудь сломалось. И мы хотим сперва проверить, насколько большую, чем продуктивная, нагрузку может выдержать наш сайт. Соответственно, в такой ситуации тест у нас будет выглядеть примерно так, как на картинке. Сперва мы подаем нагрузку в 100%, то есть ровно такую же, как на Prode. Просто убедиться, что все хорошо, что система справляется, и все в порядке. А дальше мы эту нагрузку начинаем потихонечку увеличивать. Чуть-чуть добавили. Справляется система. Еще добавили. Справляется. Еще добавили. Ага, начала притормаживать. Еще немножко добавляем. Видим, все, посыпались ошибки, половина операции не выполняется, вторая половина работает очень долго. В общем, пользователи будут недовольны. Соответственно, такой тест можно останавливать. Но заранее-то мы ведь не знаем, справится система или нет. Поэтому вот мы делаем в тесте много ступенек, чтобы точно пройти через тот момент, когда система сломается. И, соответственно, предыдущую ступеньку, когда система еще не сломалась, назовем максимальной производительностью этой системы. Вот так выясняется. Это самая максимальная производительность. И когда мы работаем с ней, когда мы хотим создать такой тест, то параметры этого теста рассчитываются чуть-чуть иначе. Почему? Вроде бы все то же самое, да? Ну, сейчас увидите. Соответственно, в прошлом тесте у нас получилось, что нужно всего два пользователя. Соответственно, а мы в этом тесте хотим сперва подать 100%, а дальше шагать вверх ступенечками по 20% каждая ступенька. И тут возникает вопрос, что если каждый из наших пользователей добавляет по 50% нагрузки, то вот двух пользователей мы запустили, они создали 100% нагрузки. Круто. Мы добавляем еще одного пользователя. Это минимальное количество пользователей, которые можно добавить. И нагрузка увеличивается до 150%. Они до 120%, как мы хотели. То есть получается, что наши пользователи слишком сильные. Нам нужно как-то послабее их сделать. Как мы это сделаем? Ну, мы же на самом деле можем регулировать то, с какой частотой пользователи работают. И сколько процентов от нагрузки подает каждый пользователь. Ну, вот я здесь нарисовал нескольких разных пользователей. Тот, который подает половину от всей нагрузки. Вот он у меня в самом конце. А, соответственно, если мы сделаем, чтобы он работал в пять раз медленнее, то он будет подавать не 50% от нагрузки, а всего 10%. Ну, и тут, видите, есть куча разных вариантов. Соответственно, каких же пользователей нам выбрать? Сколько процентов от нагрузки должен подавать каждый, если мы хотим шагать ступенечками по 120%? Ну, на самом деле подойдет любой, который подает число, как бы процент от нагрузки, кратный размеру нашей ступеньки. Например, если мы возьмем пользователей, которые подают по 10%, это нам тоже подойдет. 10 таких пользователей создадут 100% нагрузки на систему. И еще парочка сделает, что нагрузка на систему со 100% увеличится до 120%. Но на самом деле можно использовать более оптимальный вариант, если мы возьмем пользователей, которые по 20% нагрузки от системы подают. Соответственно, пять таких пользователей создадут 100% нагрузки. То есть то, что у нас на проводе, а добавление еще одного решит вопрос, и мы создадим нашу первую ступенечку теста в 120%. Вот я здесь это нарисовал. Видите, каждый из пользователей создает какой-то кусочек от продуктивной нагрузки. Отпустите. И добавляем потом еще одного, этого 20% чувачка. И создадим таким образом первую ступеньку. Потом еще одного добавим, еще одного и так далее. И получится, что у нас пользователей, конечно, чуть больше, чем в первом тесте было надо, но все-таки это минимальное количество пользователей, которое нужно, чтобы такую нагрузку создавать. Хорошо. Теперь вопрос в том, как это рассчитывать. Ну, потому что на примере там в 100 операций это кажется очень просто, но в реальных тестах у вас все будет гораздо сложнее. Например, вот как я там вначале показывал, 18 с половиной тысяч операций в какой-то промежуток времени, и, соответственно, это уже в уме не посчитаешь. Поэтому давайте смотреть опять на формулу. Соответственно, начало такое же. Нам нужно перетаскивать 100 коробок за час. На примере наших грузчиков. И, соответственно, вот к этим 100 коробкам за час мы потом будем добавлять по 20% в каждую ступеньку. Соответственно, как это посчитать, сколько пользователей нам понадобится? Считается следующим образом. Сперва мы смотрим, сколько операций в час выполняется только на вот этих ступенечках маленьких, которые мы будем добавлять. То есть 20% от нашего теста. Я имею в виду, вот здесь вот сколько операций в час мы хотим добавить к нашей нагрузке. Соответственно, посчитать это очень просто. Мы просто берем исходную нашу нагрузку 100% профиля. Это у нас 100 операций в час. Умножаем ее на 20% на размер нашей ступеньки. Ну, тут все просто. Мы получаем 20 коробок в час. Ну что же, пока что формулы будут такие же. Мы считаем все то же самое, но только для нашей маленькой ступенечки, для 20 операций в час или для 20 коробок в час. Соответственно, сколько таких грузчиков нам понадобится? Ну, тут все просто. У нас нужно перетащить 20 коробок, а грузчик может перетащить 60 коробок. Делим одно на другое, получается нам нужна примерно треть одного грузчика. Ну что ж, как и в прошлый раз, мы округляем вверх до ближайшего целого. Соответственно, мы выясняем, что нам понадобится один целый грузчик. И, конечно, часть времени он будет просто лениться. Ну, ничего страшного. Соответственно, дальше. Мы считаем, сколько коробок или сколько операций придется на каждого из этих ленивых грузчиков. Соответственно, всего нужно перетащить 20. Делим эти 20 коробок на количество грузчиков. В нашем случае он всего один. Ну, получается, что все 20 коробок он один и перетащит. Хорошо. Смотрим дальше. Какой будет пейсинг? Ну, или для джиметра сколько будет операций в минуту? Ну, соответственно, здесь мы видим, что в часу у нас 3600 секунд. Мы это делим на количество операций, которые нужно выполнить, или количество коробок. То есть 3600 делим на 20 и получаем 180 секунд на каждую коробку. Идем вперед. Соответственно, для джиметра тоже похожие расчеты, но чуть-чуть другие. У нас тоже исходное число 20 коробок в час, которые мы делим на 60. Столько минут у нас в часу. И получается, что каждый виртуальный пользователь наш будет выполнять 0,33333 операции в минуту. Или перетаскивать 0,333 коробок в минуту. Ну что ж, последнее, что нужно посчитать, это посчитать, сколько таких грузчиков нам понадобится. Поехали. Мы знаем, что сперва мы считаем, сколько вот этих ступенек теста влезает в самое начало теста, в нашу стопроцентную нагрузку, в первую большую тестовую ступень. Соответственно, мы 100%, мы же начинаем со 100%. В каких-то других случаях мы можем начинать и с большей ступеньки, с 200%, например, если мы знаем, что система столько уже держит. Но в моем примере мы начинаем со 100%, с продуктивной нагрузки. И делим это дело на размер наших ступенек, которые мы будем добавлять потом. Получается 5. Ну что ж, хорошо. А мы уже знаем, сколько пользователей виртуальных нам нужно, чтобы подать 20% от нагрузки. Это всего один пользователь. Мы это выяснили на предыдущих этапах. Ну, значит, вот на 5 мы это дело и умножим. Ведь в 100% вылезает ровно 5 ступенчик по 20%. Значит, нам нужно будет 5 грузчиков или 5 виртуальных пользователей. Итого. На первой ступени теста нам потребуется 5 виртуальных пользователей. И на каждой следующей ступени мы будем добавлять еще по одному виртуальному пользователю. Соответственно, для лоадраннера мы проставим пейсинг 180 секунд. Для джиметра мы будем использовать такую штуку, как количество операций в минуту. И впишем туда 0,333 операции в минуту. Если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте их в чатике. Я поотвечаю, помогу и все такое. Но, собственно, этот рассказ – это просто пример одной из самых скучных тем, которые у нас есть в нашем курсе. А остальное веселее и подробнее. И мы учимся работать с этими инструментами. И джиметром, и лоадраннером, и с другими. У нас там есть куча разных. И там уже будет и практика тоже. Пока вы думаете над вопросами, я, собственно, хочу вам показать наш курс. А вот, собственно, и он. Итак, расскажу немножко о курсе. Последняя веточка курса нашего началась совсем недавно, 29 ноября. Но в следующем году будет еще, если вдруг вы опоздали и хотите присоединиться. Мы здесь рассказываем про кучу разных инструментов. Но сперва о ребятах, которые у нас преподают. С многими из них я работал лично. И это было здорово. Это было довольно давно, потому что, собственно, начали мы работать довольно давно. И поэтому я знаю, что они уже крутые специалисты с огромным объемом опыта. Многие из них занимались преподаванием в тех местах, где они работали. То есть прокачивали своих коллег и сотрудников. Ну, а теперь решили заниматься преподаванием более профессионально. У нас тут есть разные отзывы от пользователей. Ну, это вы, может, сами потом почитаете, посмотрите. А мы пока поглядим на то, что на самом курсе рассказывается. Соответственно, первый блок нашего курса – это введение. Мы рассказываем о том, что такое цели нагрузочного тестирования, в каких случаях, собственно, нужно проводить тестирование и так далее. Потом у нас идет такой урок, как профиль нагрузочного тестирования. Вот то, что я сейчас рассказывал, это сценарий. Мы, конечно, про сценарий там тоже рассказываем. Но еще обсуждаем такую тему, как профиль. Профиль тестирования – это когда мы выясняем, какими операциями тестировать систему, сколько их должно быть в час, и как выбрать те операции, которые будут использоваться для тестов. Дело в том, что у большинства систем операций есть очень-очень много разных. И, конечно, все их использовать в наших тестах будет невозможно. Это слишком сложно будет. Поэтому мы рассказываем, как отобрать нужные операции и не тратить время на все, которые необязательно. Ну, и потом рассказываем о такой документарной части, как методика и отчет по нагрузочному тестированию. Потому что зачастую бизнес хочет иметь результаты работы не только в виде хорошо работающей системы, но и в виде документа, который описывает, а что и как улучшили в системе после того, как пришел нагрузочный тестировщик, провел тесты и указал на какие-нибудь проблемы. Соответственно, мы там рассказываем, как документы должны выглядеть. Даем шаблоны, чтобы вам было проще работать и так далее. Дальше у нас идет целая пачка практической части. Мы рассказываем о том, что такое G-метр, как с ним работать, как подавать нагрузку, как анализировать результаты. Про Gatling рассказываем. Рассказываем про Performance Center и LoadRunner. Это просто разные названия одного и того же. Почти одного и того же. Рассказываем про такой инструмент, как K6, если вы любите JavaScript. Рассказываем, конечно же, про автоматизацию, потому что без нее сейчас уже никуда. По крайней мере, если вы запускаете не один тест, не знаю, в месяц, а больше. И рассказываем про такую важную часть, как эмуляторы внешних систем, потому что зачастую, когда мы тестируем какую-нибудь одну систему, она в процессе пытается взаимодействовать с другими системами, которых у нас на тестовом стенде нет. И приходится делать заглушечки вместо этих внешних систем, которые позволяют работать в нашей тестируемой системе и не задумываться о том, тупят или не тупят внешние системы. Дальше мы, конечно же, рассказываем о такой важной части, как мониторинг. То есть, а как смотреть, есть ли проблемы в различных узлах нашей системы. Потому что, когда мы видим, что операции, например, начали выполняться медленно, дальше очень хочется понять, а почему они работают медленно. Может, база тупит, а может, приложение медленно работает, а может, просто все уперлось в сеть, скажем, и все не пролезает. Ну и рассказываем о том, что такое регресс, как определять, хорошо система работает или нет, и так далее. Ну и в итоге у вас есть проект, на котором вы можете показать, чему вы научились, получить зачет или какие-нибудь рекомендации от руководителя курса, защитить, соответственно, проектные работы и уйти довольным сертификатом, новым опытом и, может быть, с устройством на работу, потому что помощь в этом отус, насколько я знаю, тоже предоставляет. Скажу такую штуку, что после почти всех занятий, по крайней мере, после каждой темы, у нас есть домашние задания, где можно попрактиковаться самому, и когда вы, соответственно, выполняете домашние задания, сдаёте учителю, то учитель смотрит и говорит, что хорошо получилось, что плохо, если нужны какие-то советы, даёт их, чтобы вы стали лучше как специалист. Соответственно, уроки идут два раза в неделю, по полтора часа, ну вот примерно как наше нынешнее занятие, нет, подольше, наверное, всё-таки будет, чем нынешнее занятие, потому что сегодня урок проходит быстро. У вас останутся видеозаписи со всех уроков, то есть сами уроки-то идут онлайн, и преподаватели с вами на линии, но после курса у вас остаётся видео, где вы можете всегда пересмотреть какую-то информацию, которая забылась. И здесь можно посмотреть примерчики наших уроков, ну вот такие, как сегодня, например, но по другим темам. Так, стоимость обучения, длительность, вот вы можете это всё здесь посмотреть. Окей, я смотрю, что вопросов пока никаких не появилось, что осталось рассказать про карьерную информацию. Вакансий на нагрузочное тестирование сейчас довольно много. Я много занимался наймом нагрузочных тестировщиков к себе в команду в банк, и это было сложно, потому что найти человека, собственно, было ух, как тяжело. Дело в том, что спрос на инженеров на нагрузочное тестирование очень большой. Вот, если вы обладаете хоть какими-то знаниями, то дальше вы можете выбирать, куда вам стоит пойти, туда или сюда. Это место хорошее, а вот это что-то недостаточно хорошее для меня, я, пожалуй, ещё подумаю. Вот, и, в общем, это рынок соискателя. Окей, вакансий действительно много. Ну, конечно, чем выше у вас знания, объём знаний, тем проще найти вам работу. Вот, но на самом деле даже и на джунов вакансий очень много, и это даже для джунов всё равно рынок соискателя. Вот, тут диапазон зарплат есть. Он колеблется, видите, там в разных пределах. Медиана почти 200 тысяч, 183. Может, сейчас тоже и ещё повыше даже стало. Ну, в общем, неплохо получается. Вот. Что могу дальше сказать? Требования работодателей. Да, что от вас требуется в итоге? Соответственно, чего от вас хотят? Тут перечислены некоторые навыки. Это не значит, что всё вот это вот прям необходимо для работы. Конечно, нет. Здесь я перечисляю, что интересует работодателей. Вот. И если у вас есть что-то из этого, то вы уже будете ему интересны. Ну, конечно, дальше там зависит от конкретных проектов. Где-то необходимо знание там, например, по Сгре. Вот. А где-то нет. И в зависимости от этого ищут людей с разными знаниями. Вот. Но это вот те навыки, которые стоит стремиться получить, если вы хотите развиваться в нагрузочном тестировании. Соответственно, инструменты тестирования, базовые знания программирования. Их как бы они нужны в достаточном объёме, чтобы написать простенький эмулятор. Эмулятор – это обычная программка, которая получает запрос. Там по HTTP умеет выдвинуть оттуда цифру и пульнуть её в каком-нибудь шаблонном ответе. Вот. Типа операция номер 1, 2, 3, 4, 5 выполнена. Эмулятор отвечает. Да, операция 1, 2, 3, 4, 5 выполнена успешно. Вот. Ну, опыт работы с базами данных. Потому что, когда вы что-нибудь тестируете, вам зачастую нужно подготавливать тестовые данные. Например, там, сгенерировать тысячу пользовательских логинов. Проще взять и вставить их сразу в базу данных. Вот. И, конечно, знание метрик, то есть мониторинга, то есть там вот утилизация CPU, памяти, диска. Только их, на самом деле, этих метрик гораздо больше. Ну, вот, собственно, мы это всё как раз и рассказываем на нашем курсе. И понимание целей тестирования – это, может быть, самый важный раздел. Если вы понимаете, зачем вы что-то делаете, то вам легче сделать это хорошо. Окей. Собственно, обратная связь. Если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте. Буду рад ответить. Ну, а у меня, в общем-то, с рассказом на сейчас всё. А, и да, да, важная часть. Забыл, конечно же. У нас есть опрос. Вы можете перейти вот по вот этой ссылочке. Вот. И написать, что вам понравилось, что нет, что бы вы хотели изменить в нашем занятии. И, может быть, если я буду это рассказывать ещё, то в следующий раз я расскажу лучше с вашей помощью. Ну, конечно же, дам ещё ссылочку на лендинг, на наш курс по нагрузочному тестированию на ОТУСе. Это пригодится. Так. Раз вопросов нет, то, наверное, стоит завершаться. Да? Ну что ж. Тогда, наверное, всё. Всем хорошего вечера. Пока. Понял. Пока. Продолжение следует...